Ребята, всем привет! И с вами Эрчи, и сейчас я покажу вам, как пройти и разрешить небольшую головоломочку в пещере порталов непорочных, и как добраться вот до вот этой вот библиотеки, что ли. Ну и заодно, где по пути отыскать овцеоборотня по квесту Легенда об овцеоборотне. Итак, если вы сами хотите попробовать разгадать эту головоломку, то нужно поднять рукописные записи, которые находятся вот в конце вот этой самой лесенки. Добраться до этого места очень просто. Открываем эти рукописные записи. И смотрим на последнюю, на последние две строчки, точнее. Если они вам о чём-то говорят, отлично, если же нет, то просто наблюдайте за тем, в какие порталы я буду забегать, и просто повторяйте то же самое. Итак, погнали! Первым делом мы бежим вот в этот портал, вокруг которого. Ледяная корочка расположилась удобненько. И сразу же после того, как мы оказались вот в этой травянистой зелёной комнатке, не забудьте пробежать чуть-чуть наверх. Потому что здесь мы обнаружим вот такую вот кучку, которую нужно выкопать. Это и есть призрак овцы-оборотня, которая расскажет нам кое-что интересное по квесту, о котором я уже говорил. Итак, продолжаем и отправляемся во второй портал, который находится справа. Мы оказались опять в том же самом месте, не обращаем на это внимания. И бежим снова вправо, но уже в другой портал. Итак, мы снова оказались в другом помещении, и на этот раз бежим в портал, который находится слева. Снова мы здесь. И теперь мы бежим вот к этой вот тряпочке. Точнее, даже не к ней, а за неё. Здесь, как видите, тоже есть портал, и мы в него забегаем. Ну и наконец, в последний раз мы бежим. Ровно. Прямо в помещение вот с такими вот шестерёнками, трубами и механизмами. И наконец-то оказываемся в этой самой библиотеке, которую мы можем разграблять. И опустошать. Возвращаемся мы, естественно, после всего сделанного, также через этот портал. На этом всё. Мы разрешили эту головоломочку в пещере порталов непорочных. Если видео оказалось вам полезным, не забудьте жмякнуть лайк. Подписывайтесь на канал. Смотрите другие видео по Дивинитии не только. И пока-пока. Продолжение следует...